Как мы знаем, что женщина, которая вышла за Коэна, она имеет право кушать труму. Если у нее есть дети, ему скончался, она продолжает кушать труму, так как у нее есть дети. Но если детей нет, тогда она труму не имеет права кушать. Но если она была дочь Коэна, тогда наоборот, если она вышла замуж за Коэна, она труму кушает. И если она вышла за простого еврея, дочь Коэна вышла за простого еврея, она больше труму не кушает, потому что она получает статус своего мужа. Если муж скончался, она без детей, она возвращается к папе и кушает труму. А если она с детьми, тогда она труму не ест. Поэтому говорит здесь смешно так. Батис рейджи не седла Коэн умеет, виниха милберет. Простая евреевская девушка вышла замуж за Коэна. И он скончался, она осталась беременна. После этого он скончался, но Раши объясняет, что у них уже были другие дети, другие сыновья. Теперь мы сказали, Цон Барзель принадлежит мужу, Цон Милок принадлежит жене. Поэтому говорит Морак, что эти рабы, которые принадлежат ей, они имеют право кушать труму. Как она имеет право кушать труму? Но говорит Морак, что эти рабы, которые принадлежат ее мужу, не имеют право кушать труму, пока этот ребенок не родится. Почему? Потому что то, что принадлежало мужу, передается по наследству детям. А этот ребенок еще не родился, и часть этих рабов принадлежит ему. И он, так как не кушает сам, его рабы тоже не едят труму, пока он зародыш. Как говорит Рабьоси, Рабьоси говорит, вот этот зародыш он делает непригодным, чтобы другие ели из-за него труму, а не разрешенным. Почему? Тамада Рабьоси, почему так Рабьоси считает? И кто это Рабьоси? Это Рабьоси один из пяти учеников Рабиакивы, которые он нашел после смерти своих 24 тысячи учеников. Там сказали Рабьоси, 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 Рабьоси и так далее. Почему Рабьоси так считает? Говорит так, Рабьоси говорит, что Рабьоси считает, так как она была простая еврейка, которая вышла замуж законно, и ребенок, который находится в утробе матери, он имеет статус матери. Она сейчас кто? Исраэлит. И ребенок, пока не родился, он исраэлит, а исраэлька, а исраэлит не имеет права кушать труму, поэтому так объясняет Рабьоси. Рабьоси говорит, что Рабьоси говорит, что у него совсем простое правило. Он говорит, кто разрешает другим кушать труму, когда он сам может кушать труму, тот, кто уже родился. Но тот, кто еще не родился, зародыш не имеет права. Как было в нашей недельной главе, мы прочитали с вами в Коэн, который купил душу своими деньгами, раба купил, он имеет право кушать труму. И дальше написано, что Рабьоси говорит, что Рабьоси считает, что так как он еще не родился, он имеет право кушать труму, и он не кушает труму, он не имеет разрешения, не дает разрешения другим кушать труму, потому что написано, что он должен именно родиться. А сейчас папа его скончался, и он, в принципе, наследник своего папы. И так как он не может кушать, и так как не родился, не кушать его рабы. Дальше говорит Гмара. Когда всегда есть две причины, которые дают мудрецы, Гмара спрашивает, какая разница между этими причинами, потому что не было достаточно, да, нам одну причину, кто зародыш, пока не родился, не разрешает. И это вторая причина, когда он сказал, что первое, что так как она не кушает, он тоже не кушает. Гмара. Разница будет, когда эта жена Коэна, которая беременна, и муж у нее скончался, она сама Коэнет. Она была Коэнет. Тогда, по первому мнению, что ребенок получает статус мамы, она Коэнет, ее муж был Коэн. И ребенок тоже Коэн, потому что мама Коэнет. Тогда ему может, и этим рабам можно будет кушать труму. Но по второму мнению, он не имеет права, а его рабы не имеют права кушать труму, потому что он еще не родился. Поэтому нам нужно две причины мнения рабиос. Гмара приводит окончание мечты, и там написано так. Он говорит, что ты нам засвидетельствовал о Исраэле, женщине, которая из Исраэлиты вышла замуж за Коэна. Если она беременная, осталась после смерти мужа, его рабы не имеют права кушать. А что, если дочь Коэна вышла замуж за Коэна? Как там? Говорит он, амар ла хэм, зо шаматы, везоро шаматы. Говорит рабиос. Первый закон, который я вам сказал, что простая Исраэле вышла за Коэна, я слышал. Поэтому я вам его передал. Но второй закон про дочь Коэна я не слышал. Поэтому я не могу вам сказать. Но они спрашивают все-таки, как бы там ни было. По мнению рабиоса, который говорит, рожденный дает разрешение есть. Нерожденный нет, то и для то, и для этого нужно будет запрещено. Два. Итай это запретят. Но говорит мара Акаша, это большой вопрос к мнению рабиоса. Почему он не сказал, что да, выходит так. Но как мы видим, что он говорит, я это слышал, а это не слышал. Он был учеником рабиакивы. Но мара говорит, я это слышал. Он говорит, что я автальон, которые были за сотни лет до этого. Но как бы ни было, он передал то, что он учил своих учеников. На сегодняшний день есть интересный вопрос. Дети рождаются прематур. До 9 месяца. На 3, на 4, на 5 месяц. Где их держат? В инкубаторе. Вот этот ребенок считается рожденным или нет? Когда он считается рожденным? Если он первенец, ему нужно сделать педенобен, выкупить у Коэна. Когда мы его выкупаем? Когда его вытащили из инкубатора? Или когда прошло 9 месяцев? После того, как мама стала беременной? Ну, принято, что после того, как мама стала беременной 9 месяцев, и прошел еще месяц, как обычно, педенобен делся на первен, через 30 дней. После окончания 9 месяцев такому ребенку выкупателю делают педенобен. Другой вопрос тоже. Он разрешает кушать труму? Он уже родился? Например, 60 лет амигдаш. Он родился. Будут его рабы кушать труму или нет? Беременная женщина не имеет права, жена Коэна, по крайней мере, не имеет права ходить на кладбище. Потому что, возможно, этот ребеночек там мальчик, а Коэн не имеет права становиться нечистым. И поэтому сегодня принято, что беременные женщины на кладбище не ходят. Потому что если беременной жене Коэна запрещено, то запретили всем беременным женщинам не ходить туда. Гмара говорит, а если у нее может быть девочка? 50 на 50 – это шанс. Он говорит, в вопросах святости мы устражаем, а не облегчаем. Дальше говорит Гмара. Гмара говорит, что он говорит, что он так считает, что он так считает, что он так считает. Есть разница, если он беременный или нет. Гмара говорит, что разницы нет. Если у этого человека, кроме беременной жены, есть другие дети, то этот зародыш не дисквалифицирует Коэнов мужа, есть трубу. Почему? Они едят из-за других сыновей. Эти рабы сейчас принадлежат другим сыновьям, получили по наследству, едят. Если нет, если нет у него сыновей, у этого Коэна, который скончался, у него есть братья, которые получат его наследство. Они едят из-за них. Нет у него братья, все равно у него есть какие-то члены семьи, которые получат его наследство. Поэтому, так как тем будет разрешено, если они Коэны, и этим рабам будет разрешено кушать, из-за того, что это все-таки наследство кому-то передастся, эти рабы будут переданы другим Коэнам. Дальше Гмара приводит, объясняет этот махрокер, этот спор. Почему Рабьоси и Хахамин спорят? Рабьоси говорит, зародыш не разрешает кушать струму. Хахамин говорит, разрешает. Потому что есть другое правило, и в этом правиле они спорят. Человек видит беременную женщину и говорит, вот этому зародышу я хочу подарить тысячи долларов. Он тысячи долларов уже этот зародыш приобрел или нет, будучи в утробе матери. Говорит Гмара, Хамзакеля упаркана. Рабьоси говорит, что да, уже это деньги его, он приобрел. Хахамин говорит, пока ребенок не родился, он ничего не приобрел. Поэтому, если мама была беременна и папа скончался, и оставил наследство, по мнению Рабьоси, он уже часть этих рабов получил наследство, он их хозяин. По мнению Хахамин нет, поэтому, по мнению Рабьоси, они не имеют права кушать струму, пока он не родится, а по мнению Хахамин имеет, потому что это не его. Гмара приводит еще два мнения в соответствии с этим Махрокитом. И они оба согласны с Рабьоси, а в бар после, что этот зародыш не дает разрешение портить. В любом случае, мы посмотрим, по мнению Рабьоси, даже если у мамы Коэнет, и раби эти не имеют права кушать струму, и если она простая еврейка тоже, в любом случае он запрещает. Теперь говорит Мара, Раби Шмайль, сын Рабьоси, говорит со слов своего отца, и Хахамин говорит, обычно он говорит то, что другие не знали. Папа с сыном учили Тору, он передал это своему сыну, и говорит так, И что он сказал его папа? Он сказал такое правило. Дочка, которая осталась, она да, дает разрешение кушать этим Рабам, а сын нет. Амара Бае объясняет, что это значит? Здесь другой случай, есть еще одно правило, которое учит нас Мара. Мы сказали, когда человек скончался, наследство получают только мальчики, но не получают девочки. Но в этом правиле есть исключение. Какое исключение? Если папа оставил мало наследства, и это наследство недостаточно для того, чтобы прокормить и детей мальчиков, и детей девочек, даже несмотря на то, что, закон такой, наследство получают мальчики, девочки их кормят и содержат на деньги этого отца, который скончался, пока они не вырастут и не выйдут замуж. И по закону, как мы сказали, по закону Тору родители обязаны кормить своих детей до 6 лет, потом они освобождены, но никто этого не делает. Все его содержат. Из этого Ромаши Файнштейн говорит такой закон. Человек, который давал своей жене кушать 3 раза в день. Это цель – завтрак, обед, ужин. Она ему может сказать, ты знаешь, иногда приходят бедники, они просят кусочек хлеба. Он должен ей на это тоже дать. Поэтому Рахами говорят, муж, который разводится своей женой, он не может сказать, я буду тебе давать, а детям нет. Он обязан платить алименты и жене, и детям. Он должен давать пропитание и жене, и детям. Дальше. Говори, на основании этой гморы. Теперь. Поэтому, что получается здесь? Если мы видим, что папа оставил мало денег, тогда мудрецы сделали постановление. Несмотря на то, что Тора говорит, все наследство переходит к сыновьям. Они говорят, сыновья ничего не имеют права получать. Мало там денег, чтобы кормить, дать пропитание и сыновьям, и дочерям. Все эти деньги остаются дочерям. Почему? Потому что дети, как бы то ни было, должны будут ходить попрошайничать. И чтобы это не делали девочки, потому что это нескромно, чтобы над ними не надругались, не издевались. Если сказали, все деньги остаются девочкам. А мальчики будут ходить искать себе хлеб. Такое они сделали правило. Теперь. Что получается здесь? Хаббат миахелет. Даже если этот ребенок получится, вот эти девочки, которые остались, они разрешают этим рабам кушать струм. Почему? В любом случае. И вот этот зарожид не дисквалитируют. Почему? Если этот зарожид он мальчик, он все равно, что его остальные братья, они что-нибудь в наследство получают в этом случае, когда денег мало? Не получают. Поэтому даже если он мальчик, эти рабы ему по наследству не останутся. Поэтому он не дисквалитирует их кушать струму. А если она девочка? А если этот зарожид зародыш девочка, то все наследство перейдет к ней. На этом мудрости постановили, что наследство передается девочкам, которые родились. А так как этот зародыш еще не родился, тогда эти рабы продолжают кушать эту струму с разрешения. Так как мама кушает, они тоже кушают. Так как мама кушает, кушают другие рабы. Так как они не принадлежат сыновьям, они продолжают кушать. Дальше. Гмарат спрашивает на объяснение. Аббая говорит так. Как так может быть? Гмарат, со словом раба, Аси говорит так. Мудрецы сказали, мало папа оставил денег, все деньги передаются дочерям. Допустим, он оставил одного раба. Но если эти сыновья взяли и продали этого раба против воли мудрецов, вот этот сел, вот эта продажа считается действительной или нет? Они пошли против. Теперь, если эта продажа недействительная, Хахами могу сказать этому, кто купил, извини меня, сделка недействительная, верни раба. И сделка аннулируется, должны ему заплатить его деньги. Но в этом случае, Хахами говорят, сделка не аннулируется. Несмотря на то, что мудрецы постановили эти деньги у них забрать, все равно хозяевами этого раба являются эти сыновья, как бы там ни было. Пока девочки не взяли, не взяли. Как-то получается, что ты говоришь, что они не могут дисквалицировать этот зародыш. То, что написано, он сказал, что девочки разрешают кушать в труму рабам отца, а мальчики нет. Имеется в виду мама. Не сами девочки, а имеется в виду мама. И это мнение раби Ишмаэля, и он согласен с мнением своего отца. Но говорит Гмара, что сыновья не разрешают своим рабам кушать струму. Почему? Потому что Раби Ишмаэль и Раби Йоси, они согласны. И что сказал Раби Йоси, не имеет права. Теперь Гмара приводит другое мнение Раби Шимон Барю Хай, еще один ученик Раби Акивы. Как мы сказали, вся Тора, которая у нас есть, осталась от 5 учеников Раби Акивы. Здесь Раби Йоси, дальше говорит Раби Шимон Барю Хай. Он сказал другое, другую фразу сказал. Другое правило. Мальчики, они все разрешают кушать этим рабам эту труму. Почему? Есть же там зародыш, и мы сказали, зародыш тоже имеет право на часть этих рабов. Два, две причины говорит Мара. Касовар энт хушишим римон. Возможно, Раби Шимон говорит, что мы не обращаем внимание на маленький процент. Что за маленький процент? Вот это беременная женщина. Какой шанс у нее родится мальчик и какой шанс у нее родится девочка? 50 на 50. Но кроме... Да, в среднем 50 на 50. Хотя, статистика сегодня говорит, что перед войнами обычно рождается больше мальчиков. И после войн меньше девочки и так далее, чтобы было 50 на 50. Но в среднем это 50 на 50. Кроме того, говорит Гмара, кроме того, что есть 50 на 50 шансов, что родится мальчик и девочка, бывает выкидыш. И поэтому, этих 50 процентов, что это родится мальчик, есть шанс, что у него это будет выкидыш. Поэтому это уже становится меньше чем 50 процентов. Поэтому, если это будет выходит, что больше шансов, что это будет девочка. А девочка, как мы сказали, наследство не получает. И рабы имеют право продолжать кушать эту труму. Дальше. И второе объяснение, то, что сказал Рабишимон Барюхай, Рабишимон говорит, не, вы знаете, что делаем? Мы берем человека, который называется Апатрубус. Как мы сказали, у этого коина было, скажем, пять сыновей. Он скончался, когда его жена была беременна. И мы говорим, если там мальчик, мы сделаем так. Мы его имущество разделим. У него были рабы, были машины, были дома и все остальное. Мы разделим это так, как надо. И живым сыновьям, которые уже родились, мы дадим этих рабов машины и дома. А тот зародыш, если он мальчик, мы ему дадим то, что не касается этих рабов. Дома, машины и так далее. А рабы останутся рожденным детям. Тогда кому принадлежат эти рабы? Рожденным детям. Они, эти дети коины, имеют право кушать труму. И их рабы тоже имеют право кушать труму. Так объясняет второе мнение, то, что сказал раби шимон барюхай. Второе. Дашь говорит, мара, раби шимон барюхай уме, захарим юхну ме. Кула анеке водло юхну. Мы сказали, Что мальчики разрешают, а девочки нет. А что, если у него только девочки? Он говорит так. Если у этого коина мальчиков не было, были только девочки. И жена беременная осталась. Тогда этот зародыш, он дисквалифицирует этих рабов отца кушать труму. Почему? Потому что мы сказали, что здесь 50 на 50, что этот зародыш будет девочкой. И тогда она наследует этих рабов. Мальчиков нет. Если мальчиков нет, то наследуют девочки. Поэтому, так как этот зародыш тоже наследник, эти рабы не имеют права кушать труму. А может быть, этот зародыш, он мальчик. Тогда, даже если у отца было 10 девочек, а после его смерти родился мальчик, кто получает все наследство? Мальчик. Поэтому, если мальчик получает все наследство, рабы кому принадлежат? Мальчик. И так как он сейчас не может кушать, мы сказали, что этот зародыш дисквалифицирует этих рабов, которые не могут кушать эту труму, пока он родится. Но, как мы сказали, вся эта глава говорит о труме. Кому можно и кому нет. Так, какой вопрос? Равай, это пока ребенок у мамы. Мама же начала кушать. Номер один. Номер два. Если у мамы уже дети есть, уже она квалификируется кушать эту труму? Мы сказали, что есть два вида рабов. Есть вид рабов в цон барзель, который принадлежит мужу. Цон милок принадлежит жене. Жена имеет право кушать труму. Муж скончался, дети есть, имеет право кушать труму. Ее рабы имеют право кушать труму. Но его рабы не имеют право кушать труму. Почему? Потому что его дети, сыновья, они унаследовали этих рабов, а не их. Ребенок, зародыш, в утробе матери, он, возможно, тоже мальчик. И он тоже вместе с ними наследует. Но так как он сейчас не ест, и эти рабы не имеют право кушать. Поэтому вот это мечтанаразбирание. Рабьеси говорит, так считают рабьеси, потому что этот зародыш не имеет, и, как мы сказали, по мнению рабьеси, этот зародыш только дисквалифицирует этих рабов, чтобы они ели труму. Поэтому мы разбираем вопрос, в каком случае можно будет, а в каком случае будет нельзя. Потому что пока он не родился, он не дает право кушать труму другим. Так мнение рабьеси, но мы сказали, мудрецы говорят, они имеют право кушать. Потому что из-за других братьев, которые получили их наследство, или если нет других братьев, сыновей, у этого коина были братья, которые получили наследство, из-за них, и так далее. Но, как мы сказали, гуманарх всегда ищет истину, и хочет посмотреть дальше, почему, когда рабьеси считает, что они не имеют права кушать, почему это нельзя, но это говорится об рабах, которые в будущем этот ребеночек за роды получит наследство. Папины рабы. Папины рабы. Мама имеет право кушать, ее рабы имеет право кушать. Папины рабы. Это вопрос. Пока ребенок в инкубатере находится, через 9-10 месяцев его выкупают из коинцев. Правильно? А если обрезание не делают, это не имеет значения? Это я не знаю, надо проверить. Это вопрос, что имеет это значение, ему сделали обрезание или нет. Но, опять же, это вопрос, не все согласны с этим мнением, что после 9-10, которые говорят, когда его из инкубатора вытащат, потом ему делают пидеон обе, через месяц, что мы видим, что он живет. Но если видно, что он живет, я думаю, предмилай там значение не имеет, мы видим, что это живучий ребенок, тогда ему делают пидеон обе через месяц, по этому мнению, которое он привел, через месяц после того, как уже прошло 9 месяцев от того, как мама забеременела, чтобы все дети были живы-здоровы, рождались вовремя и не нуждались в инкубаторах. Органу на лау-лям, аминь, аминь. Рабихан, аминь, аминь, аминь.